В спорткомплексе Президентский проходят соревнования, тренируются спортсмены, хоккеисты и фигуристы спортшколы Юпитер. Это красивый вид спорта и здоровый. Рисую петли, дуги всякие, мне это очень нравится. Для содержания льда необходимы специальные аппараты для чистки, выравнивания, наращивания и полировки льда. До дня в спорткомплекс Президентский приехала новая современная машина – Замбони 446. Она стала напарницей другой Замбони, одного из предыдущих поколений, которая уже работала здесь на льду. С покупкой новой машины хоккейная площадка Президентского стала соответствовать требованиям регламента для проведения на ней соревнований более высокого уровня. Двигатель мощнее, экологически чище. Есть возможность установки дополнительного оборудования, которое на этой машине нет возможности. Вот такие. А какое дополнительное оборудование? А подрезка боковая, да. Кроме этого, повысилась надежность бесперебойной и качественной подготовки ледового покрытия. Оборудование обошлось спортивному учреждению 8 миллионов рублей. Из них 6,5 миллионов рублей было выделено из местного бюджета, недостающие средства из внебюджетных источников. В этом году городом запланированы еще примерно 4 миллиона рублей на улучшение материально-технической базы Юпитера. Работа по обновлению помещений спортивной школы и приобретению инвентаря и оборудования не останавливается. В президентском отремонтировали входную группу, вложили средства в обновление душевых и раздевалок. Планируется преобразить общий холл. Мы хотим, чтобы этот объект использовался в учебно-тренировочных сборах. У нас есть кафе, у нас есть залы, у нас есть возможность принять всю Свердловскую область для развития нашего вида спорта, нашего города Нижний Тагил. В 2019 году в 17 спортивных школ Нижнего Тагила из местного бюджета на улучшение их материально-технической базы поступит свыше 71 миллиона рублей.